Занимательный Мюнхгаузен Много веков назад немецкий писатель Эрих Распе В 1927 году на русский язык эту книжку перевел и пересказал наш великий сказочник дедушка Корнея Чайковский В 1994 году мне попалась эта книжка в руки, я решил ее проиллюстрировать Я ее проиллюстрировал с большим удовольствием, даже где-то я поучаствовал как соавтор Эриха Распе и Корнея Чайковского Дописал одну часть, потому что эта книжка состоит из трех частей Мюнхгаузен жил, Мюнхгаузен жив, Мюнхгаузен будет жить Так вот, первую часть биографическую написал я Без ложной скромности, конечно, примазал свое имя к великим писателям Но тем не менее, так получилось, что у книжки три автора Книжка еще носит под заголовок «Пособие для начинающих баронов» в трех частях Итак, давайте начнем читать эту замечательную книжку, которая любима многими поколениями Прадедушек, дедушек, отцов, внуков, правнуков, праправнуков, ну и также и бабушек, правнучек Маленький старичок с большим носом сидит у камина и рассказывает о своих приключениях Его слушатели смеются ему прямо в глаза Ай да Мюнхгаузен, вот так барон! Но он даже не смотрит на них Он спокойно продолжает рассказывать, как он летал на Луну Как он жил среди трехногих людей Как его проглотила огромная рыба, как у него оторвалась голова Однажды какой-то проезжий слушал, слушал, вдруг закричал «Все это выдумки! Ничего этого не было! О чем ты рассказываешь?» Старичок насупился и важно ответил «Те графы, бароны, князья и султаны, которых я имел честь называть лучшими своими друзьями Всегда говорили, что я самый правдивый человек на земле!» Кругом захохотали еще громче «Мюнхгаузен правдивый человек! Ха-ха! Ха-ха-ха!» А Мюнхгаузен, как ни в чем не бывало, продолжал рассказывать о том, Какое на голове у оленя выросло чудесное дерево «Дерево на голове у оленя!» «Да, вишневое! На дереве вишни! Такие сочные и сладкие!» Все эти рассказы напечатаны здесь В этой книге прочтите их и судите сами «Был ли на земле человек правдивее барона Мюнхгаузена?» Итак, давайте прочитаем некоторые истории Историй этих много, книжки мы прочитаем лишь только некоторые «Слепая свинья» «Да, много бывало со мною всяких удивительных случаев Пробираюсь я как-то раз через чащу дремучего леса И вижу, бежит дикий поросенок, совсем еще маленький А за поросенком большая свинья Я выстрелил, новую промахнулся Пуля моя пролетела как раз между поросенком и свиньей Поросенок завизжал и еркнул в лес А свинья осталась на месте как вкопанная Я удивился, почему и она не бежит от меня Но подойдя ближе, я понял, в чем дело Свинья была слепая и не разбирала дороги Она могла гулять по лесам, лишь держась за хвостик своего поросенка Моя пуля оторвала этот хвостик Поросенок убежал, а свинья, оставшись без него, не знала, куда ей идти Беспомощно стояла она, держа в зубах обрывок его хвостика Тут мне пришла в голову блестящая луся Я схватил этот хвостик и повел свинью к себе на кухню Бедная слепая покорно плелась вслед за мною Думая, что я по-прежнему ведет поросенок Да, я должен повторить еще раз, что находчивость – великая пища Продолжение следует...